моя сегодняшняя гостья настоящая живая легенда российской рок-сцены ее тексты западают в душу а проникновенная музыка никогда не надоедает она пишет песни стихи и прозу и даже картины она просто не может не писать певица обладает твердым характером и принципиально в дружбе а вместе с тем заботливая и нежная мама хочу представить лидера российской рок-группы ночные снайперы диана арбенина диана привет салют спасибо огромное что нашла время пришла ко мне на программу первый мой традиционный вопрос который обычно всегда задаю своим гостям если у тебя какой-то девиз по жизни может быть какая-то фраза ну прямо фразы нет одной фразы потому что но мне уже в принципе не так мало лет поэтому за это время какие-то принципы жизненные они во мне сформулировались и очень простые безусловно если говорить например о профессии которые я вообще в принципе не думала что это будет моих профессий имею ввиду петь я всегда любила просто писать песни так всегда говорю это правда так вот что касается профессии то это конечно честность ну то есть я выхожу на сцену я там все оставляю что касается жизни то это тоже честность и легкость очень нравится легкие люди мне очень нравится легко решать самые серьезные проблемы я знаю что с любым человеком можно договориться но мы ведь на самом деле приходим не для того чтобы воевать как-то или враждовать а приходим разговаривать каким-то образом находить общий язык и в этом как раз рождается мне кажется вот то что есть самое главное доверие друг другу и разумеется добрые друг другу отношения и меня ни разу ничего это из этого не подводила возвращаясь твоему последнему творчеству песни грустные люди меня удивило что она была написана в апреле а услышали ее в ноябре ну до 7 месяцев для тебя это нормально что мне кажется как-то там многовато дело в том что нет там была такая история дело в том что я написала песню разбуди меня которую как раз таки в ротацию поставила в русское радио и эта песня так там зажила хорошо что мы к сожалению но для меня внутреннему сожалению смогли распечатать грустных людей только осенью конечно же я пишу чаще пишу больше и я еще раз повторяю пусть это будет лить мотивом нашей беседы я действительно люблю писать песни и в этом есть для меня смысл поэтому очень кайфовое наблюдение у тебя потому что для меня это долго в апреле написать в ноябре выпустить а еще самое главное никому ее не пока да 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 то есть никто и не слышал при том что я же обычно вот пишу песню утром и вечером я уже ее играю клип уже вышел он снялся актер артур смоленинов почему он еще такой выбор я в него просто оголтела влюбилась после девятой роты фильм федора бандурчука который в какой-то степени вывел на новый уровень понимания нашей аудитории с момента вот этой девятой роты я понимала что смоленинов это тот человек с которым я точно могу найти общий язык и с которым я совпадаю безусловно но я конечно же не бежала вперед поезда я понимала что время придет и мы конечно же как-то с ним встретимся и мы конечно были с ним знакомы и когда пришел момент съемок вот этого ролика нам нужен конечно был грустный герой ты как раз в инстаграме так и написала одним из самых невероятно грустных людей встреченных но и когда я сказал что у нас есть что-то общее как раз хотел спросить это именно это почему он для тебя все-таки грустно понимаешь для меня грусть это отнюдь не пессимизм грусть для меня это синоним ума по сути для меня грустный человек это человек веселый но при этом он вот никакой жизненным опытом вот а жизненным опытом и с надломом может попыткой надломом но не поломан да да конечно потому что вы наш одно дело к тебе 17 лет и у тебя просто вот такой вот мир когда тебе намного больше а мне 43 года я свой возраст не скрываю ну вот да у меня такой жизненный опыт и я люблю очень светло но при этом во мне много грусти но в этом повторяю еще раз это очень важно сказать в этом нет вот вот этой тяжести которую я я не понимаю почему человек выносит на публику тяжесть вот позволяет себе выносить плохое настроение огрызаться хамить вот этого я не понимаю все-таки нужно держать лицо и даже в грусти можно оставаться веселым у нас с вами есть возможность посмотреть фрагмент клипа грустные люди смотрим запись песен и многочасовые съемки выступление на концертах и участие в сложных театральных постановках график дианы арбининой отличается неизменной загруженностью но несмотря на плотное расписание рок-звезда осознает всю значимость благотворительности а потому певица старается как можно чаще находить время на то чтобы подарить шанс на чудо людям которые в этом нуждаются ты являешься на послом фонда линия жизни да и также посол гитарного какой-то бренда ты имеешь отношение к всемирному фонду по защите дикой природы я даже сняла там какой-то ролик от расскажи поподробнее мы снимали достаточно давно целая защите арктики а мне вообще все это близко все что связано с севером кстати между прочим очень нравится что программа называется север потому что меня родители увезли на север когда мне было три года но вот арктика вот этот холод которого боятся люди это мне настолько близко если я могу помочь и помогаю очень кстати когда-то пришлась песня южный полюс какой-то был концерт очередной и пришли в то в том числе вот волонтеры пришли дети которые больны и соня пятница есть такая девочка маленькая не за мной наблюдала такая кроха в такой маске а потом мне позвонили сказали что она хочет петь мою песню я говорю какую песню они говорят южный полюс его да вы сошли с ума там такое количество текста лена что это невозможно я пою его по бумажке просто потому что я написала недавно на тот момент это кроха которая действительно себя очень плохо чувствовала выучила все три куплета и решила сначала меня поздравить был день рождения меня в театре табакова вот она вышла первый раз на сцену это был первый трогательный момент разлетелся везде потому что мы увидели как эта маленькая кроха борется за жизнь и ей было чрезвычайно тяжело и у них самый страшный момент у этих детей когда они отказываются есть то есть они не отказываются если они просто уже не едят они не могут она уже отвернулась к стенке я к ней пришла я с ней поговорила и я ушла и она попросила котлет представляешь и она она начала есть я поняла что это кому-то черт возьми нужно я представляю ощущение глаз понимаешь что такое благотворительность это не помощь кому-то умозрительному есть люди конкретно которые нуждаются почему в нашей стране к этому такой недоверчиво недоверчивое отношение потому что во первых мало лет прошло еще а во вторых конечно люди думают ну куда вот эти деньги мои пойдут а если есть конкретный ребенок который болен и которому ты помогаешь он вылечивается это конечно классно с хабенским мы делали спектакль маугли пригласил играть багиру и как раз да я как раз хотел спросить проект проект то что ты там не только пела ты была как актриса позвонили было вот это ощущение он позвонил мне говорит арвенина здравствуй я говорю салют костя он говорит ты сыграешь багиру конечно и через секунду я говорю подожди а как я же не актрис а самое главное еще и чужие тексты у меня с этим большие проблемы я не запоминаю чужие тексты вообще потому что пишу сама ну да и как тебе далась эта роль как актриса хорошо я старалась очень сильно я очень старалась я просто засунула далеко свое эго подчинилась полностью кости понятно режиссером я сделала максимум того что я могла сделать было классно вот возвращаясь к спектаклю вот этому поколения могли это получается все-таки детский был мюзикл спектакль и там основном конечно же ну дети зрители как ты думаешь они понимали что вот их присутствие они помогают другим детям и важно ли им вообще это вот узнать надо учить для того чтобы детям было важно нужно учить никому из детей никогда ничего не бывает важно важно балдеть гулять веселиться смеяться и не есть суп и кашу кашу кстати лучше всех в мире варю кашу но дело не в этом для того чтобы их научить вот этому добру и научить все-таки нормальному не прямо выдающемуся просто нормальному человеческому отношению к жизни и к своим друзьям там или заболевшим друзьям неважно в данном случае нужно показывать как это важно и показывать не просто говорить знаете ребята это важно на так их увлекать чтобы они просто вот даже может быть форме игры и форме вот этого театра понимали насколько это круто и насколько это надо а там еще знаешь какой был момент в отделении и в конце уже спектакля вдруг загорается большое табло вся вот эта вот массовка на сцене там танцующие так далее все актеры разворачиваются к ней спиной к залу и весь зал вместе с актерами смотрит сегодня мы помогли там такому-то парню и вот его фотографии а потом на на концертах вот в кремле они были эти дети которым помогли но это же круто и это просто ребята этот мир бывает жесток и несправедлив но в наших силах сделать его лучше хочу сказать что наш проект тоже занимается благотворительностью и нас вами сюжет вадим степаненко родился в селе саратовской области перед поступлением в первый класс у мальчика был диагностирован поликистоз почек но операции не смогли остановить нарастающую почечную недостаточность которой прибавилась злокачественная опухоль нам врачи сказали забирайте его домой не рюма рак что будем делать а все он уже лечение не подлежит и нам отдали документы спасать вадима взялся профессор михаил каабак он удалил ему обе раковые почки и теперь школьник готовится к пересадке донорского органа от своего отца а это москвич никита добровольский еще прошлым летом как и многие его сверстники гонял на велосипеде бегал прыгал и очень любил плавать в бассейне но в начале учебного года его жизнь резко переменилась ему был поставлен опасный диагноз нефросклероз в терминальной стадии это означает что почки больше не работают неизвестные теологии то есть непонятно откуда это взялось на ровном месте практически у родителей был шок никита внешне рост здоровым мальчиком а сейчас в его жизни появился гемодиалис медики успокаивают родителей и готовить никиту трансплантации почки терминальной стадии хронической почки недостаточности ничего фатального с этим заболеванием можно вполне успешно бороться с помощью современных технологий за словами современные технологии стоит не только трансплантация донорских органов но и особая медикаментозная терапия исключающая отторжение почки для нее нужны лекарства которые не кватируются государством стоимость необходимых препаратов зачастую превышает среднестатистические бюджеты российских семей а без них поиск донорской почки и сама операция уже не имеют смысла поиск денег ведет к потере драгоценного времени ведь поддерживающая терапия гемодиализа не безгранична таким образом больным людям остается уповать только на благотворительные пожертвования ваша посильная помощь может дать шанс на выздоровление юных пациентов отделение пересадки почки российского хирургического центра имени петровского хочется просто сказать всем большое спасибо кто откликнется отзовется просто человеческое спасибо всем большое у всех телезрителей есть возможность помочь прямо сейчас отправляйте смс на номер 5533 с текстом жить пробел сумма пожертвования например жить пробел 300 и обратите внимание что потребуется смс подтверждение платежа смотрите после рекламы какой была юность дианы арбениной я попала в такую ситуацию жесткую конечно же почему будущая рок-звезда оставила дом и вопреки желанию родителей уехала в питер я понимала что мне там тесно я просто не уехать хочу сбежать и как появилась группа ночные снайперы наверно от какой-то безнадежности эта программа север непридуманная история о своей непридуманной истории нам рассказывает диана арбенина будущая рок-звезда появилась на свет в уютном городке в белоруссии чуть позже ее родители приняли неожиданное решение собрав самые нужные вещи они отправились покорять неприступный север на белорусское детство ты не очень помнишь это тут есть маленький момент я всегда говорю что в 3 но мама говорит говорит в 5 папа говорит в 6 а вот так интересно и всякий раз когда они слышат про 3 они говорят ну артистка артистка поэтому мне кажется все таки мне было больше лет но я еще как-то умудрилась пойти в сад на севере значит мне было где-то около пяти я так понимаю ну то есть пять или шесть мне там было конечно интересно при том что я помню свое белорусское детство и могу сказать тебе что чем старше становишься больше тянет туда где-то родился когда я пересекаю границу российской федерации попадаю на территорию белоруссии понимаешь что я там родилась энергия месторождения понимаешь вот какая-то вот в этом есть штука я не знаю почему то процент мне очень приятно что мои родители каким-то образом меня подготовили кочевой жизни я до рождения опять же детей вообще нигде не жила мне не нужно было нигде жить вот мы снимали какие-то квартиры какие-то комнаты у меня была гитара у меня была ручка у меня был лист бумаги я могла писать песни везде но и могу тоже я прихожу в кафе там большие большие компании понятным все развлекаются я присутствую но тоже веселюсь как будто бы но при этом пишу так и написала 31 весну например ну то есть вот много песен родилось именно таким вот как будто бы легким образом но за этим конечно стоит колоссальная работа но в этом мы говорить не будем зачем вот но у меня не было дома на рождение детей и наверное это пошло именно с именно с белоруссии а потом вот крайний север вот эти поселки поселки а какой-то момент начала понимать начала сравнивать эту ситуацию с по большому счету с колумбом ведь на самом деле америку открывали авантюристы там просто собирались такие люди которым не сиделось на месте в силу каких-то их внутренних причин как например мои родители журналисты которых вдруг неминучая понесла на крайний север но понятно они хотели заработать но с другой стороны они могли напрячься и заработать там правда но они вот решили таким образом поступить там были очень удивительные люди очень удивительные не было телефонов не было телевизора была такая маленькая радио . из которой были новости какие-то какая-то музыка почему я например так прикипела к радио и почему всегда у меня было отношение особенно к радио потому что кроме радио ничего не было и самодеятельности художественной кстати сказать и посиделок на кухне да да посиделок на кухне вот такой столик вот поэтому когда вот я приехала в питер точнее сорвалась мне очень часто говорили послушай ну ты такая прямая как шпала у нас так не делается а я говорила я не могу если мне человек не нравится он мне не нравится если мне человек нравится так он мне нравится понимаешь но это этому учиться там вот эти вот нотки ну вот в твоем аренере речь тоже в питере приобрела да я уехала и мне только спустя много лет стало понятно какую я прошла школу жизни там не где-нибудь там на колыме понимаешь что ой на колыме это просто слова по сути ну там мороз господи но там были домашние тепличные условия но я попала в такую ситуацию вообще достаточно жесткую конечно же мне никто не помогал мама совсем не благословила мягко говоря конечно слава богу потому что для того чтобы пуститься скажем такое путешествие рискнуть сделать такой шаг нужно все таки было каким-то образом даже в 17 скажем 19 лет ответить за свой поступок и если бы я не смогла я бы может быть вернулась и конечно не вернулась это понятно но там было очень жестко и только в москве спустя лет 15 я вдруг поняла что вот эта закалка на меня очень сильно подействовала я была очень тепличной девочкой я просто первые годы выживала в питере выживала на уровне денег их отсутствие на уровне того что никому не это не нужно было ну да твои песни да конечно но никому никто не собирается тебе помогать никому не нужны твои вот эти ночные какие ночные какие снайперы ночные идите лесом ты себя строишь по кирпичику ты заставляешь себя слушать не так что сиди и слушай такого нет ты проводишь над собой такую работу внутреннюю о которой сам не догадываешься потом спустя много лет ты вдруг становишься другим человеком я стала другой абсолютно точно желание делиться своим творчеством зародилась у арбениной еще в школьные годы на первые стихи диану вдохновили нежные чувства тоже тексты начала писать получается песню в девяносто первом даже раньше девятый девяносто первая школьница была это произошло ну может не замуж потому что молодой человек какой-то там был данным я мечтала уехать из магадана мы сначала жили на чукотке потом на колыме в магадане совершенно разные области крайнего севера и я понимала что мне там тесно в магадане я хочу с позволения сказать свалить я можно не уехать хочу уже я хочу бежать я написала песню рубеж она была одна из первых песен как раз таки отсюда мечта наверное твоя мама я так понимаю осуществилась когда ты поступила в магаданский педагогический сданная на инъяс мама была довольна и вообще кем она тебя хотела ведь получать с педагогом она хотела чтобы я изучала они хотели сам чтобы я изучала английский чтобы я была переводчиком практически убедили меня поступить на инъяс и они были так правы боже боже большое им за это спасибо вообще родителям за все спасибо вообще за все мне очень он помог мне самое главное понимаешь что мне вот дали эти годы в университетах потому что потом был питерский наш жидановский университет это систему систему мышления систему подхода вообще к жизни это университетская штука которую не приобретешь не проучившись где-то прежде чем мы перейдем вот к ночным снайпером скажи как ты познакомилась с арбениным а рассказываю когда я приехала в питер но я уже выросла из магадана на тот момент но мне стало там тесно город может быть для кого-то он понятно что он для кого-то родной самый лучший и для меня всегда был родной поселок ягодная где я закончила школу вообще вот там было мое детство когда я приехала учиться в магадан уже в университет для меня это все уже было чужое поэтому и не было в общем того круга наверно которому я очень внутренне тяготела и все-таки ничего просто не держала скажем то там но как-то было но классные были однако жки но я ведут сокурсники они хорошие были ребята но я уже начала писать песни я уже понимала что я выхожу за уровень вот этих посиделок и когда я попала в питер в творческую среду и там был арбенин в том числе я там просто расцвела потому что я поняла что это тот самый круг где меня понимают так как мне надо то есть я никоим образом не хочу обидеть своих вот ребят с которыми училась магадане но питер был именно тем местом где нужно мне было появиться в какой-то момент я там появилась и он писал тоже песни пишет насколько я знаю мы просто не общаемся он писал очень классные песни не играл ни на одном музыкальном инструменте у него всегда в кармане была мелочь и вот он так сидел цикл и вот там стучала себе по коленке и вот так отбивая ритм пел свои песни именно таким образом и для меня он был во многом учитель потому что он писал очень классные тексты очень классные тексты и он даже в принципе я задавал ему вопрос кости а почему ты не хочешь учиться играть на гитаре он говорил а мне это не надо я вот себе отбиваю вот так вот а дальше очень много гитаристов не могут подыграть и кстати между прочим так случилось впоследствии там была группа у него может сейчас есть и они как раз таки как раз аккомпанировали ему так все так стоял и был один сам по себе хороший очень парень очень хороший можно считать год 93 да это тогда когда образовались начнусь на правила когда мы со светкой сургановой вышли из в магадане да из казино и там действительно был это сам таксист ну ты знаешь да эту историю нет не знаю о боже я тебе расскажу мы работали в казино чтобы заработать денег на то чтобы улететь из магадана в питер женская логика нас она такая знаешь она без логика получается прилететь туда чтобы улететь оттуда нужно было где-то работать и вот мы с этим своим репертуарчиком который опять же повторяю не был никому нужен вот это две такие юные барышни под акустику понимаешь вот это гитара у меня были такие очки вот такой каре будет и такой странный пиджак такие знаешь бананы они заканчивались вот здесь под грудью так вот здесь вот был такой ремешок и вот здесь вот туфельки были и вот я так стояла и пела но на самом деле это была отличная школа потому что мы пели на похоронах на каких-то днях рождениях 23 февраля я помню хорошо и самое главное было убедить тех людей которые пришли поесть казино где не было рулетки на тот момент послушать я вот помню 23 февраля там публика вообще просто распоясались распоясалась они просто разговаривали а мы пели в какой-то момент я бросила петь наши песни на смысле свои я всегда писала сама и запела вертинского я не знаю зачем и кому это нужно вот эту песню они все заткнулись извините за слово но они заткнулись и стали слушать я поняла что мы победили очень было тяжело тогда даже дело не в отсутствии этих самых денег там и поесть а главное чтобы ты был интересен понимаешь что человеку нужно конечно иначе как бы зачем это поэтому как раз таки вот мы дали в этом казино 50 концертов 50 концертов мы впахивали каждый божий вечер после этого мы возвращались домой три часа ночи вот дальше мне нужно было еще утром вставать и отводить брата в детский сад и идти в университет это просто была голгофа и вот мы там играли давали концерты и в какой-то момент когда мы совершенно обреченные две такие селедки а мы там весили там килограммов по 45 что на тот момент плелись вот в это казино с этими чехлами на чекотке минус 6 на на колыбе минус 60 мороз и ветра нет вот и когда так протягиваешь руку ты пальцев не видишь она все висит вот этот туман он висит и таксисту которому было совершенно нефигу делать видел там двух каких-то там непонятных существ которые тащили вот эти кофры и он в окошко нам кричит девчонки высоко на охоту или на охоту так прикололся и вот мы от наверно от какой-то безнадежности я понимаю безнадежности рождаются очень хорошие шутки решили вдруг что мы будем называться ночные снайперы вот таким образом это пришло смотрите после рекламы участие в какой театральной постановки диана арбенина воспринимает как личную исповедь там написано в общем как я жила почему артистка решила отказаться от грядущей свадьбы я поняла что мне нужен рядом серьезный человек и что заставляет ее думать о возможном усыновлении ребенка когда двое уже думаешь почему не трое что касается моих они к этому готовы это программа север непридуманные истории о своей непридуманные истории нам рассказывает диана арбенина диана арбенина артист который не боится смотреть на собственный талант через разные призмы творчества певица успешно выпускает книги со своими стихами утопает в овациях стоя на театральной сцене и удивляет поклонников неожиданными работами одно из таких стал мощный проект с представителями из японии скажи как это произошло я так понимаю что это было очень успешно в японии это хорошая тема откуда ты все это знаешь подготовимся помнишь был такой последний герой нашей стране вот ездили на остров конечно вот мы там пели песню на в олимпийском на заключительном концерте и пришла делегация японцев и после этой песни они пришли в гримёрку и сказали что я вот призвана поднимать дух японской молодежи они увидели во мне вот человека который способен заряжать японскую молодежь подчеркиваю японскую молодежь боевым духом и так далее так далее они предложили контракт а я не предложили кроме контракта кроме записи альбома еще сотрудничество с казуфами от за вас и он приехал сюда он такой заслуженно у них весь у себя автор очень такой очень состоявшийся такой сдержанным и вот мы с ним сначала сделали пару песен я спела его симауту еще написала русский текст а он выбрал мою песню кошка кошика и спел ее и был очень симпатично конечно многому я научилась у японцев тебе приходилось на японском петь или нет там ты даже был с маута и указана на риту конечно ты учила прям реальные иероглифы или это просто я я начала учить иероглифы это конечно очень быстро закончилось это очень непросто не просто непросто но мне хотелось вникнуть в эту систему и я кое-что поняла ну к тому же я все-таки лингвист по образованию и мне конечно вот было интересно не просто стоять и как попугаю произносить а все-таки понимать и весь текст был разложен и в общем это было досконально это была доскональная работа мне за нее не стыдно я возвращаюсь твоим творческим экспериментом были неоднократные кстати творческий эксперимент с бедва это ты предложила они так понимаю что в одной группы крови судя по тому как вы смотритесь как тебе органично как но как все это происходит я очень горжусь этими ребятами горжусь потому что очень много лет назад прижала группа корн вот мы сидели шурой я ему говорила шура что мы будем делать в этой стране он мне говорил арбенина держись мы что-нибудь придумаем потом они придумали у тебя кстати немало вообще дуэтов да и там и с тем же лепсом с лазаревым обычно всегда инициатор кто-то или в каких-то случаях все-таки ты хочешь с кем-то дуэт тут надо говорить конкретно о людях что касается сережи лазарева очень довольна работой с ним он конечно большой молодец он просто труженик у него нет того что есть ну не будем греха таить у многих людей которые счет добились в этой стране у него нет на голове звезды и он никогда не останавливается он никогда не остался он труженик он просто конкретный труженик он очень интеллигентен он очень воспитан он меня просто покорил когда предложили нам участвовать в новогоднем огоньке дуэт на это не спросили с кем бы хотела спеть я сказал я бы хотела с лазаревым спеть мы с ним пришли в студию и сделали с ним грустных людей я ему объяснила о чем песня я бы я ему объяснила чего бы я хотела и он так в нее вжился лена это просто а потом когда нам пришел уже готовый микс мы стали с ним просто переписываться и говорит слушай я бы старик у нас классно все вышло ты понимаешь мы с тобой такие разные но музыка она объединяет и вот это тот самый момент когда она она совершенно непохожих людей и когда мы вышли с ним на сцену это вот я подхожу к дуэтам он мужчина я всегда чувствую мужскую энергию и было очень мало мужчин которые меня на сцене бы в хорошем смысле слова делали понимаешь которые были бы меня сильнее вот лазарев меня сильнее и он просто настолько галантен и настолько он мягкий галанты но при этом такой уверенный такой сильный но это потрясающе это конечно здорово очень мне понравилась работа с леонтьевым он очень сильный партнер я помню мы с ним снимались в программе 1 он пел мою песню розы подарила мне розы я поняла что вот рядом со мной просто такой спален поэтому ну тут нужно каждый раз понимать кто с тобой на сцена причем понимаешь вот мы можем с тобой сидеть вот здесь и чувствовать друг друга на таком вот уровне да вот на уровне вот этой энергии а на сцену например если выйти что-то сделать вместе будет уже по-другому и тоже по-другому поймешь но это очень интересно путь к славе в жизни дианы был тернист чувствуя как судьба испытывает ее на прочность она не сдавалась в интервью певицы редко можно услышать слова негодование и обиды и лишь однажды арбенина позволила себе в одной из театральных постановок рассказать зрителям о том через что ей пришлось пройти тогда я пересматривала свою жизнь в целом потому что я подошла к рубежу 34 34 35 абсолютно духовно опустошенный абсолютно убитой это была такая твоя потребность как как исповедь да это исповедь это конкретная исповедь там написано в общем как я жила и как раз таки дети рождение детей вот может быть благодаря этому мы сейчас разговариваем потому что я уже дошла до таких конкретных краев потому что понимаешь рок-н-ролл это все-таки это не стиль музыки это образ жизни много чего знаю в этой жизни и много знаю того чего пробовать не надо но я попробовала и вот я же стать сижу перед тобой после проведенного дня в спортзале я прекрасно понимаю что мне нужно делать что мне не нужно делать я прекрасно помню что у меня было в жизни мотов коза как раз таки рассказывала о том до чего дошел собственно говоря этот человек то женщина скажем так тебе после этого проекта стало легче да потому что всегда доверяю своей публике я никогда ее не боюсь никогда не тебя как очистили я всегда выхожу обнулилась я всегда выхожу и мне совершенно не страшно перед ними предстать некрасивый не не выспавшийся слабый не то чтобы я имею на это право я не имею на это право но я я почему-то думаю что мне никто за это не накажет потому что тебя за это любит если честно она я не знаю ли он правда но я может быть это вот из того что если тебе страшно так нужно идти в то самое место где тебе больше всего страшно и там как раз таки ты выдыхаешь тебе становится лучше в этом катарсисе есть суть мне кажется где расскажи что за история журналом я так понимаю что ты хотела выпускать журнал а мы выпускали а выпускали очень дорого и гаврош он назывался он был смешной он был пара группа ночные снайперы но наверное нужно было копать шире все таки ну потому что достаточно узко вот а я еще упиралась и говорила я хочу журнал на бумаге говорили диана зачем журнал на бумаге все переходят в интернеты а я говорила я хочу держать журнал в руках я хочу его дарить вот это вот все я не помню сколько он выходил но я боюсь соврать я скажу два года скажут не два года но мы держались как могли для меня еще было откровением что я узнала что у тебя был такой тур по университетам великобритании да я поняла что ты там читала да конечно как тебя там воспринимали осталась ли ты сама удовлетворена от вот этого очень-очень это молодые люди это такая свежая кровь это люди которым действительно интересно это люди которые действительно хотят тебя слушать их которые важно то что то им скажешь мне предложили действительно ехать в лондон в частности и читать великобритании туда поехала я это все сделала и на последней лекции в лондоне опять же вот почему я с Лондона начала, поднялся мужчина, когда уже была последняя часть, там, ответы на вопросы. И он мне сказал, Диана, скажите, пожалуйста, вот вы приехали в Великобританию читать, а в каких университетах России вы побывали? Опа. Я говорю, а я не читала в России. Он говорит, а почему? Я говорю, вы знаете, нам не пришло в голову. И нам пришло в голову. После этого я поехала в Россию по университетам. И могу сказать тебе, что как бы мне ни было тяжело, а это было сопряжено с концертами, это дает, конечно, много сил. Вообще общение с молодыми людьми дает колоссальное количество сил. Мне говорят, послушай, а почему ты такая быстрая, легкая и так далее? Я говорю, потому что у меня молодая профессия. Потому что она не предполагает оседлости. А оседлость даже при моем доме, вот это вот домашний уют. Я могу такая быть бодрая здесь, но я очень люблю тапочки, я очень люблю готовить, я очень люблю быть дома. Вот это вот все, это мне абсолютно не чуждо. хотя многим это пока покажется странным. Я думаю, да. Да, но при всем при том, мне надо ехать. И в том, что я езжу, и в том, что я выхожу на сцену, и действительно там вот из меня выходит такое количество сил, это почему-то омолаживает, понимаешь? Придя домой после многочасового концерта, известная певица окутывает родных и близких ей людей нежностью и заботой. За подкупающей дерзким образом живет нежная и заботливая женщина, которая вдохновляется любовью и пусть ненадолго, но все же позволяет себе погрузиться в сказку. Я прочитала, что собираешься выйти замуж. Я уже передумала. Ну, как ты так уж... А, ну, надо. Хорошо. Имеешь право. Нет, секундочку. Почему ты не спрашиваешь, почему я передумала? Ну, и почему ты передумала? Я передумала, потому... Нет, я что-то как-то серьезно подумывала об этом, правда. Но я поняла, что мне нужен рядом серьезный человек. Потому что очень тяжело, конечно, выносить вот это вот все, гастрольные графики и так далее, и так далее. Это тяжело, потому что тут же еще вопрос верности, понимаешь? Это вот тоже очень важно. Несмотря на то, что все думают, что я такая влюбчивая, я умею быть верной, вот, пожалуйста, всем говори, что Арбенина очень верная. Хорошо, а мысли про много детей? Есть. Я думаю, что для всех это тоже, кто прочитал, там, кто знал, было удивление. Ну, опять же, знаешь, послушай, ну, двое, когда двое, уже думаешь, почему не трое? Когда они родились, я была в такой запаре. Это же просто был кошмар. А по поводу еще детей, это, конечно, было бы здорово. Я даже думаю про детский дом, про усыновить, потому что, ну, что касается моих, они к этому готовы. Ну, и вот я задаю им вопрос, я говорю, ребята, Тёма, а если вот мы возьмем кого-нибудь из детского дома? Они говорят, да, ну, здорово будет. А ты нас не будешь меньше любить? Я говорю, нет, не буду меньше любить. Это точно, вы в этом будете, будьте уверены. Поэтому, может быть. Но сейчас мы на сегодняшний день решили начать с дома малютки. Мы решили сходить в дом малютки для начала, чтобы понять вообще, как-то выдержит сердце или нет. Ну, представляешь, это же просто, мне кажется, сильное испытание. Да, это правда. В рамках благотворительного проекта «Север. Непридуманные истории» предлагаем вашему вниманию сюжет. Вадим Степаненко родился в селе Саратовской области. Перед поступлением в первый класс у мальчика был диагностирован поликистоз почек. Но операции не смогли остановить нарастающую почечную недостаточность, которой прибавилась злокачественная опухоль. Нам врачи сказали, забирайте его домой. Я говорю, ну, а рак, что будем делать? А всё, он уже лечению не подлежит. И нам отдали документы. Спасать Вадима взялся профессор Михаил Каабак. Он удалил ему обе раковые почки, и теперь школьник готовится к пересадке донорского органа от своего отца. А это москвич Никита Добровольский. Ещё прошлым летом, как и многие его сверстники, гонял на велосипеде, бегал, прыгал и очень любил плавать в бассейне. Но в начале учебного года его жизнь резко переменилась. Ему был поставлен опасный диагноз – нефросклероз в терминальной стадии. Это означает, что почки больше не работают. Неизвестная теология, то есть непонятно, откуда это взялось. На ровном месте практически. У родителей был шок. Никита внешне рос здоровым мальчиком, а сейчас в его жизни появился гемодиализ. Медики успокаивают родителей и готовят Никиту к трансплантации почки. В терминальной стадии хронической почечной недостаточности нет ничего фатального. С этим заболеванием можно вполне успешно бороться с помощью современных технологий. За словами современной технологии стоит не только трансплантация донорских органов, но и особая медикаментозная терапия, исключающая отторжение почки. Для неё нужны лекарства, которые не кватируются государством. Стоимость необходимых препаратов зачастую превышает среднестатистические бюджеты российских семей. А без них поиск донорской почки и сама операция уже не имеют смысла. Поиск денег ведёт к потере драгоценного времени. Ведь поддерживающая терапия гемодиализа не безгранична. Таким образом, больным людям остаётся уповать только на благотворительные пожертвования. Ваша посильная помощь может дать шанс на выздоровление юных пациентов отделения пересадки почки Российского хирургического центра имени Петровского. Хочется просто сказать всем большое спасибо, кто откликнется, отзовётся. Вот просто человеческое спасибо всем большое. У всех телезрителей есть возможность помочь прямо сейчас. Отправляйте смс на номер 5533 с текстом «Жить пробел сумма пожертвования». Например, «Жить пробел 300». И обратите внимание, что потребуется смс-подтверждение платежа. Хочу закончить твоей фразой. Я хочу большую семью, чтобы за столом вечером собиралось человек 15. А я готовлю ужин. И дети бегают на веранду и носят соль, перец, голубцы, хлеб, сметану. А я тороплюсь, улыбаюсь и всех хочу поскорее накормить. Семья – это спасение. Стинг сказал, что именно семья его держит живым и ничего нет важнее. С годами понимаю это всё отчётливее. Не могу с тобой не согласиться. Да, это так. И желаю тебе всё это исполнить. Ну и, конечно же, дальнейших творческих побед и нас радовать своим творчеством. Спасибо большое. Ты умница. Очень классное интервью. Прямо растрогалось как-то. Зовите ещё. Спасибо большое. Обязательно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова